Главный вопрос в повестке – утверждение общей суммы доходов с учетом краевых и федеральных субсидий и расходов. В основу расчетов доходной части бюджета положены прогнозные показатели социально-экономического развития города. С учетом всех поступлений депутаты утвердили повышенную по сравнению с предыдущим годом сумму бюджета. Он сбалансирован и на 2020 год составляет почти 13 миллиардов рублей. Более 75% отведено на решение проблем с нехваткой мест в детских садах и школах и на закрытие других вопросов социально-культурной сферы. Также бюджетные средства были заложены на реализацию 26 муниципальных программ, софинансирование и участие города в краевых и федеральных программах. На сегодняшний день в профильных комитетах продолжается работа по уточнению всех параметров. Второе направление, которое очень важно – это обеспеченность заработной платы и платежи жилищно-коммунальные платежи. Аналогично все заложено в полном объеме. Вопросы конкретные, по конкретным объектам, только касается по 26 программам, по которым мы работаем, они будут обсуждаться в ходе подготовки ко второму чтению. Что касается налоговых и неналоговых доходов бюджета города, то на будущий год, а также прогнозируемый период до 2022 года, они составят в общем объеме более 7 миллиардов рублей. Во время сессии депутаты внесли изменения в бюджет города и на текущий год. Его доходная часть увеличена почти на 35 миллионов рублей. Средства тоже пойдут в основном на соцсферу.